Забайкальский краевый суд приговорил 45-летнего Александра Гуриненко и 32-летнего Романа Реутова к 35 годам колонии строгого режима на двоих за убийство подростков в 2006 году. По решению суда предприниматель Гуриненко приговорен к 18 годам колонии строгого режима, а Реутов к 17. Также оба они по суду должны будут выплатить по 500 тысяч рублей материального ущерба матери одного из подростков. Напомним, что 25 января присяжные единогласно посчитали предпринимателя его знакомого виновными. Они совещались около 40 минут и пришли к единодушному мнению. Как установил суд, в апреле 2006 года местный предприниматель Александр Гуриненко заподозрил двух подростков 16 и 17 лет в том, что они обманывали его работника на пункте приема металлолома, якобы засыпая в полости сдаваемых ими металлических изделий песок и камни. За это он решил сурово наказать подростков. Со своим знакомым Романом Реутовым он нашел несовершеннолетних в поселковой администрации, где с ними уже вели профилактическую работу глава поселения и местной участковой. Те, в свою очередь, заподозрили подростков в краже металла с территории психоневрологического дома-интерната и добивались от них признания, избивая и угрожая. Предприниматели его знакомые присоединились к избиению. Позже Гуриненко привез подростков на территорию своего домовладения, где вместе с Реутовым они продолжили избивать подростков арматурами и другими подручными средствами. Одного из потерпевших пытали, зажав его руку в тисках и постепенно закручивая их. После этого оба несовершеннолетних были возвращены в поселковую администрацию, где избиение продолжилось. С того времени оба подростка значились без вести пропавшими. Преступление удалось раскрыть спустя 8 лет. Расследование настоящего уголовного дела представляло действительно особую сложность. Во-первых, преступление было раскрыто спустя 9 лет в момент его совершения. Кроме того, по уголовному делу до сих пор не установлено местонахождение тел двух убитых несовершеннолетних. Это, естественно, сложнее процесс доказывания потребового проведения ряда экспертиз. Также по уголовному делу в страны защиты двигались различные версии своей непричастности. Однако в ходе предварительного следствия и суда данные версии были разбиты и не подтверждены. Бывший глава поселковой администрации скрылся от следствия и с декабря 2014 года находится в федеральном розыске. Бывший участковый обвиняется в превышении полномочий. Предприниматели его знакомы не признали своей вины. До сих пор неизвестно, где именно злоумышленники скрыли тела убитых подростков. Стоит отметить, что родственники и друзья подсудимых уверены в их невиновности. Не может такого быть, что они два года просидели. Если в 2008 году заявление поступило, тогда, я согласна, возможно, в то время они уже куда-то убежали. Но здесь это просто глупо все. Просто их никто не искал. До 2014 года же их не искал. И категорически не согласны. Более того, они говорят о том, что якобы убитые подростки живы и на данный момент либо скрываются от следствия, либо проживают за территорией региона. Александра Леонтьева, Илья Татауров. Специально для Забонфору. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова